Сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики обсудили выделение дополнительных средств в республиканском бюджете на 2013 и плановый период 2014-2015 годов. Документ предусматривает выделение дополнительных средств на повышение зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы, на строительство детсадов, переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, а также создание 20 фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Михаил Ноздряков сообщил, что доходная часть республиканского бюджета составит почти 31 миллиард, а расходы – 35. Доходы в целом в 2013 году предлагается увеличить на 1 миллиард и 4 миллиона рублей. С учетом достаточно устойчивого развития экономики Чувашской Республики и параметрами по завершению как по экономике, так и по бюджету за прошлый год, уточняются по собственным доходам, предлагается увеличить собственные доходы на 736,6 миллионов рублей. Кроме того, бюджет пополнится за счет налоговых и неналоговых отчислений трансфертов и субсидий с федеральной казны. Дополнительные средства в бюджете планируется потратить на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, на реализацию программы «Чистая вода», на поддержку предпринимательства и строительство объездной дороги для полигона ТБО. По задаче строительства дошкольных образовательных учреждений в Чувашской Республике предлагается увеличить объем средств на продолжение строительства и начало ряда объектов дополнительно 274,6 миллионов рублей. То есть по республиканскому бюджету данная сумма составит 366,6 миллионов рублей. Республиканский бюджет получит дополнительно 37 миллионов на программу «Земский доктор», а также на проведение лесоустроительных работ и ремонта в жилых помещениях. У столичных властей возникли к Михаилу Ноздрякову вопросы. Сегодня нам дают субсидии 107 миллионов рублей. Для детских садов нам требуется 147 миллионов рублей. И мы взяли на себя обязательства по строительству и реконструкции детских садов. В бюджете города в этом году предусмотрено 146 миллионов, республика софинансирует 36, плюс сейчас добавляет 25. Средств на выполнение взятых на себя обязательств не хватает. На сегодня прежде всего приоритет при рассмотрении данных вопросов совместно с Министерством образования. Речь шла прежде всего о совершении начатых объектов, поскольку сегодня изменились требования и предполагается вторая волна по уплотнению, значит, введению дополнительных детских мест в имеющихся помещениях. Соответственно, это тоже некая инвентаризация очереди и возможности по увеличению будет проведено. Но после этого в рамках уже второго уточнения будет рассматриваться выделение дополнительных средств на продолжение программы строительства реконструкции детских садов. Тем более мы ожидаем все-таки получить некую финансовую помощь из федерального бюджета на эти цели. На заседании Кабинета министров члены правительства рассмотрели проект закона об установлении потребительской корзины, а также приняли порядок назначения, выплаты и возврата единовременного денежного пособия, установившим ребенка. Министр образования и молодежной политики Владимир Иванов отметил, что право на получение единовременного денежного пособия в 300 тысяч рублей принадлежит одному из усыновителей. Министры также утвердили положение об организации в Чувашии торжественных мероприятий, посвященных 100-летию чувашского композитора Филиппа Лукина. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.